Вдумываясь в каждое слово. — Ты понимаешь, — говорил Сергей, — плохо, когда мало данных. Еще хуже, когда их совсем нет, но самое плохое, по-моему, когда их слишком много. Тогда очень легко пойти по ложному пути. А уж стоит только пойти, сам знаешь, что бывает. — Фокусы, — усмехнулся Лобанов, — фокусы с фактами, от искренней веры в избранный путь. — Теоретически ты прав, — может быть, — но в данном случае, — ты смотри, — все нити тянутся к Семенову. — Пока не все. — Вот как будет со снотворным. Сестрица его меня очень интересует. — Да, но мошенничество мы ему доказать сможем. — Сможем. Раз его опознал Колосков, опознают и другие. И потом паспорта. Один-то наверняка у него был. — А какие приметы преступников дают люди, пострадавшие от мошенничества? Они снова рылись в толстых папках, читали вслух протоколы и начинали спорить. — Подходит Семенов? — Не совсем. А я говорю, подходит. — Ты что хочешь? Чтобы перепуганные, ошалевшие люди давали тебе абсолютно точные приметы, вплоть до родинки на щеке? — Кстати, у Семенова родинка за ухом. — Вот-вот. Хочешь, чтобы к нему за ухо заглядывали? — Ты слушай, что этот волков сообщил. И Лобанов в десятый раз, медленно, с ударением, читал протокол допроса. — Да, вот еще что, — вспомнил Сергей. — Надо получить образец почерка Семенова. Сравним с почерком, каким написано письмо. — Какое? — Ах, горлиной. — Именно, слушай. А текст телеграммы на почте изъяли? — Еще бы. — Давай-ка и его сравним с письмом сейчас, пока хотя бы приблизительно. — Ну что ты, письмо к горлиной, а телеграмма от нее. — Давай все-таки. Лобанов пожал плечами, нехотя стал рыться в толстых папках, наконец на стол легли рядом помятый листок с торопливыми словами «Приезжай, надо поговорить в последний раз». И бланк телеграммы. Сергей и Лобанов склонились над ними. Потом Лобанов поднял голову. — Да, я тебе доложу, просто голова идет кругом, ведь одна рука писала. — Завтра же направим на графическую экспертизу. Это уже черт знает что. Сергей с сомнением посмотрел на друга. — Может, мы просто устали, а? В напряженной тишине, возникшей на миг в кабинете, неприятно резко прозвучал вдруг телефонный звонок. Лобанов торопливо снял трубку. — Александр Матвеич, — узнал он голос Урманского, — я уже в гостинице, а вы? — Девятый час ведь. — Идем, — ответил Лобанов. Спускаясь по лестнице, они договорились. Больше о делах не говорить. Хватит, действительно уже устали. И, может быть, последнее их открытие им просто приснилось. Но все это завтра. На улице было темно и холодно. Резкими порывами налетал ветер, бросая в лицо колючую ледяную крупу. И все-таки в гостиницу решили идти пешком. Пусть продует. Оба чувствовали необходимость на что-то переключиться, хотя бы на борьбу с ветром, на мелкие уличные впечатления, даже просто на ходьбу. Оба перекурили, и сейчас жадно вдыхали морозный свежий воздух. Шли молча и быстро, обгоняя прохожих. Уже недалеко от гостиницы Лобанов наклонился к Сергею и, перекрывая свист ветра, прокричал. — Совсем забыл тебя спросить, как Лена? — Ничего, премьеру готовит. — Значит, все в порядке? Сергей кивнул головой. — Допытывается, — усмехнувшись, подумал он. — Наверное, помнит ту историю с шапкой, когда работали по делу черная моль. Они вошли в вестибюль гостиницы, раскрасневшиеся, слегка запыхавшиеся, и сразу увидели Урманского. Молодой журналист нетерпеливо разгуливал между креслами в распахнутом пальто, вздвинутый на затылок меховой шапки со спущенными ушами. В руке он держал тонкую кожаную папку на молнии, стесненной надписью «Аэрофлот». Сразу заметив входящих, Урманский с улыбкой направился к ним, небрежно размахивая папкой. Когда все трое вошли в номер, и Сергей прикрыл дверь, Урманский торжественно объявил. — Поступило предложение, Сергей Павлович, скромно отметить ваш приезд. Он вытащил из внутреннего кармана пальто бутылку вина. — Надеюсь, возражений нет? — Догадливый народ, эти журналисты! — засмеялся Сергей. — Какие могут быть возражения? — Особенно наши журналисты, заметь! — вставил Лобанов и хитро взглянул на Урманского. — Но действуют они всегда, как вы говорите, с подтекстом, да? Урманский в ответ коротко хохотнул. — А ну вас, Александр Матвеевич, не признаете вы бескорыстное движение души? — Ладно, — вмешался Сергей. — Как говорится, если вино откупорено, оно должно быть выпито. А насчет этого самого подтекста он подмигнул. — Он у нас тоже есть. Выражение лица у Лобанова вдруг стало озабоченным. Он внимательно огляделся по сторонам, приподняв скатерть, заглянул под стол, потом отдернул в штору, за которой помещалась кровать с тумбочкой, и осмотрел там все. — Чего это ты ищешь? — невинным тоном осведомился Сергей. — Как говорил Боцман Приходько с грозящего, раз пошло такое дело, режь последний огурец. — Тебе на хранение был оставлен небольшой черный чемоданчик. — А, так я его сдал администрации. Думал, предыдущий жилет забыл. — Неужели сдал? — картинно испугался Лобанов. — У тебя что же, обоняние атрофировалось? — А я несыскная собака. Зачем мне обоняние? — Неоперативное чутье. — Все, старик, выходишь в тираж. Хорошо еще, что у тебя есть такие друзья, как я. Он демонстративно принюхался и, словно влекомый какими-то невидимыми магнитами, проделал сложный путь по комнате, потом приблизился к Сергею, грозно потребовал «А ну, дыхни!» Сочувственно покачал головой и, наконец, стремительно исчез в прихожей. Урманский хохоча повалился на диван. Через секунду Лобанов появился в комнате, держа в руке чемоданчик. Он торжественно поставил его на стол и объявил. — Я же тебе еще на аэродроме говорил. Встреча предусмотрена в двух вариантах. У меня дома и тут, в зависимости от твоих капризов. Задержался на сутки по техническим причинам. Тут невольное облачко пробежало по его круглому, веснущатому лицу. Сергей нахмурился. — А что за причины? — с любопытством спросил Урманский. — Мы не в Америке, — резко ответил Сергей. — Публику развлекать тут нечем. И меняет он, повторил. Вино откупорено, его надо выпить. Вскоре все трое уже сидели за столом. — Ну, а как поживает наша общая знакомая? — спросил Сергей Урманского. — Ах, — досадливо махнул рукой тот, — представьте, я не могу ее найти. То есть, как найти, — удивился Сергей. — А так. Ни за что не разрешила проводить себя. Я еле выпросил телефон дяди. Сегодня звоню. Отвечает, какое-то учреждение, наверное, перепутало. Он повернулся к Лобанову. — Хоть бы вы и помогли, Александр Матвеевич. — Пожалуйста, имя, фамилия. Только имя. Марина. — Маловато. — Марина, — задумчиво повторил Сергей. — Где-то мне попадалось сегодня это имя. Лобанов с напускным равнодушием ответил. — Марина Иванова из Волгограда. — Ах, да. Но я ее найду, вот увидите. Урманский стукнул кулаком по столу. — Желаю успеха, — улыбнулся Сергей. — И если найдете, поделитесь радостью. — Да, вы еще отобьете. Урманский подмигнул с самоуверенностью, не знавшего неудач человека. Разговор незаметно перешел на Урманского. — Что сейчас сочиняете? — спросил его Лобанов. — Очерк хочу написать. Об одном герое войны. У нас в городе живет. Еле раскопал его, знаете. Тяжелый старик. Ничего не рассказывает. — Я не могу. — А как фамилия? — Федоров. — Давай-давай, — покровительственно произнес Лобанов. — Это лучше, чем о жуликах писать. — Почему же? — И о вашей работе надо писать. В меру, конечно. Урманский засмеялся, не вызывая нездоровый интерес. Ушли гости поздно. На следующее утро, едва Сергей пришел в управление, ему позвонил Лобанов и нетерпеливо спросил. — Ты уже здесь, наконец? — Здесь. — А что случилось? — Так в той телеграмме... Волнуйся, подробности письмом. Иду к тебе. Ты пока волнуйся. Лобанов ворвался в кабинет взъерошенный и раскрасневшийся, держа в руках тонкую папку с болтающимися шнурками. — Ты только взгляни! Еще с порога начал он, но тут же плотно прикрыл за собой дверь. — Взгляни! Ориентировка из Москвы. Она разошлась с нашим запросом. Так вот, похитив крупную сумму денег, скрылась кассир строительного управления Нина Викторовна Горлина. Второе. Не переводя дыхание, выпалил Лобанов и положил на стол еще одну ориентировку. — Разыскивается исчезнувшая из Волгограда гражданка Иванова Марина Владимировна. — Ну и ну! — озадачно произнес Сергей. — Вот это сюрприз! Глава четвертая. Засада на самого себя. В дверь негромко постучали. — Войдите! — крикнул Сергей. На пороге появилась сухая, подтянутая фигура Храмова. — Ты чего, Николай? — спросил Лобанов. — Разрешите обратиться к начальнику отдела, товарищ подполковник. Поглядел тот на Сергея. — Обращайтесь, обращайтесь. Меня, между прочим, Сергеем Палычем зовут. Его начинали раздражать официальные манеры Храмова. А тот невозмутимо доложил Лобанову. — Задержан Валька. Вы его сами хотели допросить. — Да, — Лобанов оживился. — Сейчас придут и начинай. — Как Семенов? — спросил Сергея у Храмова. — Пока ничего нет, Сергей Палыч. После работы зашел в продуктовый магазин. Купил бутылку коньяку, закуску, лимоны, коробку конфет, но гостей не было. Сам тоже из дому не выходил. А с утра торгует. — Выходит, выпил и слопал все сам, — усмехнулся Сергей. — Не установлено. И не требуется. Сергей еле удержался от насмешливого тона. — Как бель чешука, не появлялась? — Так точно, не появлялась. Сергей обернулся к Лобанову. — Кто такой этот Вальк? — Второй курец. Помнишь, я тебе вчера говорил? — А, гашиш. — Во-во, дело серьезное. — Так ты иди, начинай, — повторил он, обращаясь к Храму. — Слушаюсь. — Когда тот вышел, Лобанов вздохнул. — Так что же будем делать дальше? — Прежде всего думать. — Давай. — Значит, Горлина совершила крупную кражу и убита. — Так. Марина Иванова, которой она собиралась ехать, исчезла. — Так. И связь с ними Семенова не установлена. — Но прослеживается. — Сергей многозначительно поднял карандаш. — Горлина убита тем же снотворным, которым был усыплен ограбленный в поезде человек. Его паспорт оставлен обманутому человеку. А у второго обманутого точно так же оставлен паспорт, попавший к Семенову. Вот тебе первая цепочка. — Цепочка, конечно, слабенькая. — Ну а вторая? — Пожалуйста. Человек, который участвовал в преступлении с паспортом, взятым у Семенова, ночью следит за девушкой. — И которого потом опознал на рынке Колосков, то есть сам Семенов. — Да. Хотя опознал и не очень твердо. Это тоже надо учесть. — Надо, конечно. Но с этой девушкой Семенов, ну, по крайней мере, знаком, раз она к нему потом на рынок пришла. — Вот именно. — Да. Но эта цепочка не ведет ни к Горлиной, ни к Ивановой. — Пока не ведет, — с ударением поправил Сергей. — И вообще тоже слабовато. — Ну, милый, а с чего мы всегда начинаем? — Это, конечно, верно, — вздохнув, согласился Лобанов. Сергей, улыбаясь, поглядел на друга. — А теперь задача из области эвристики. — Это еще что такое, — удивился Лобанов. — Наука о творческом мышлении, только, к сожалению, зарождается. Применительно к нашему делу это выглядит так. Собраны факты, чувствуется их логическая связь, но построить из них железную цепь, обнаружить недостающие звенья, а затем пройти по ней к цели, то есть раскрыть преступления, для этого у нас с тобой нет сейчас готового рецепта, уже известного метода. — Наш прошлый опыт не содержит какой-нибудь готовой схемы, которая была бы пригодна для возникших условий. Надо создать новую, совсем новую схему, новый план решения, то есть совершить, как говорят, акт творчества. — Ишь ты, акт творчества, — засмеялся Лобанов. — Ну, соверши, соверши, если ты такой ученый. Сергей, улыбаясь, развел руками. — Я же говорю, наука только зарождается. В идеале будет так. Возникла новая задача. Ты принимаешь некое лекарство, действующее на определенные мозговые центры, и к тебе вдруг приходит вдохновение, приходит открытие. Представляешь? — Ну, это через сто лет, — махнул рукой Лобанов. А я вот где-то про Чайковского читал. Он говорил, вдохновение — это такая гостья, которая не любит ленивых. Садись, работай, вдохновение и придет. Это, брат, пока вернее будет. — Что ж, давай-ка в Чайковский. Сергей с усилием потянулся. — Может, что и придет. Значит, первая цепочка выглядит так. Он взял лист бумаги, нарисовал несколько кружков и соединил их стрелками. Потом в одном кружке написал. — Иванова исчезла. Во втором — Горлина снотворная. В третьем — Поезд снотворная. В четвертом — Его паспорт. Машен. В пятом — Пасп. От Семен. Машен. В шестом — Семенов. А над стрелкой, ведущей к нему, поставил вопросительный знак. — Вот тебе первая цепочка. Так. Так. Только вопросительный знак тут не нужен. Паспорт от Семенова пришел, это же точно. Допустим. Сергей, поколебавшись, зачеркнул вопросительный знак. Теперь вторая цепочка. Он снова нарисовал кружок и написал «Чел на вокзале». Потом провел стрелку ко второму кружку, где написал «Девушка в бел шуб». И провел стрелку к следующему кружку «Семенов». И от него провел стрелку к первому, над которой тоже поставил вопросительный знак. — Опознание все-таки не точное, — пояснил он. — Согласен, — кивнул Лобанов. — Но почему ты думаешь, что он следил именно за девушкой? Там были и двое приезжих с тяжелым чемоданом. Что-то было в этом чемодане. И поезд из Средней Азии не забудь. — Что ж, цепочка и в этом случае не рвется, а удлиняется на одно звено. Он следил за чемоданом, а чемодан встретила девушка. Вот и все. А он из Средней Азии, ты прав. — Да, и все это за один день, — задумчиво произнес Лобанов. А на следующий день в городе на рынке, он сделал ударение на последнем слове, появляется гашиш. Сергей настороженно взглянул на друга. — Впервые? — Впервые. Утвердительно кивнул головой Лобанов и медленно перечислил, загибая пальцы. Поезд из Средней Азии, чемодан, гашиш на рынке, где торгует Семенов, пацаны, которые его уже курят, а? Тоже цепочек? — Пожалуй. И Сергей неожиданно предложил. — Пойдем-ка потолкуем с этим валькой. Уже в коридоре Сергей вдруг вспомнил, что не узнал у Жаткина, был ли тот в аптеку управления. Он даже остановился на миг, собираясь вернуться в кабинет, но потом решил, что тот, скорее всего, не успел еще что-либо узнать, и двинулся вслед за Лобановым. В большой светлой комнате за одним из столов расположился Храмов. Напротив него как-то неловко, боком, сидел бледный вихрастый паренек лет пятнадцати в расстегнутом сером пальто. На тонкой шее болталась скрученная в жгут старенькая кашне. Глаза его, темные и испуганные, смотрели на Храмова, пухлые в трещинках губы заметно дрожали, больше никого в комнате не было. При виде входящих Храмов поднялся со своего места. Вслед за ним вскочил и паренек, комкая в руках шапку. Он оказался худым и очень высоким выше Храмова, и от этого выглядел еще более жалким. — Продолжайте, — махнул рукой Лобанов, — мы послушаем. И они с Сергеем сели за соседний пустой стол. — Ну, Пановкин, — строго сказал Храмов, — опускаясь на прежнее место, ты все понял? — Понял, — еле слышно ответил тот, опуская голову. — И про свою ответственность понял? — Понял. — Время я тебе дал подумать? — Дали. — Вот видишь, все как положено, — удовлетворенно заключил Храмов и уже с укором продолжал. — А ты мне свой поступок не объяснил как надо, поэтому я тебя еще раз спрашиваю, зачем ты заразу купил? — Просто так. — Неразумно объясняешь. — А разумно это не объяснишь. Сергей с интересом посмотрел на паренька, потом на Лобанова, и друзья, поняв друг друга, улыбнулись. — Вот и выходит, — строго сказал Храмов, — что парень ты неразумный, то есть глупый. Понятно? — Понятно. — Отец тебя, видно, мало порол. Вот и вырос до неба, а ума не набрался. — Он меня никогда не порол. Губы паренька вздрогнули от обиды, и он метнул враждебный взгляд на Храмова. — Оно и видно, что не порол, — все тем же строгим и ровным голосом произнес тот. — Подойдем тогда с другой стороны. У кого купил? — Не знаю я его. — Знаешь, Пановкин, я тебя не тороплю, подумай, сообрази. Я тебе, кажется, про ответственность говорил. — Говорил я тебе про ответственность? — Говорили. — Ну вот и соображай. Тебе же лучше будет, если скажешь. — Не знаю. — Я тебя не тороплю, Пановкин, — с угрозой предупредил Храмов. — Я тебя соображать призываю. — Не знаю, — упрямо повторил паренек, опустив светлую вихрастую голову. Одну минуту, Николай Степанович, не вытерпев, вмешался Сергей. — Разрешите мне поговорить. И он обернулся к Лобанову. — Не возражаешь? — Давай, — согласился тот и сказал Храмову. — Выйдем-ка, дело одно есть. Они вышли из комнаты. — Ты, Валя, учишься или работаешь? — спросил Сергей. — Учусь. — В каком классе? — В восьмом. — А потом работать пойдешь? — Не, дальше буду учиться. — Сам решил или отец заставляет? — Сам. — А отец у меня хороший, — с вызовом произнес паренек. — Где он работает, отец? — Сообщить хотите. — Кому? — пожал плечами Сергей. — У нас ведь твой адрес есть. — На работу, чтобы опозорить. — Это отца-то? — Ага, что плохо воспитывает. — Ты, кажется, не хулиган и не вор. Ни тебя, ни отца позорить не за что. — А что купил? — Вы за этим и на рынок пришли? — Не, мы корм для рыб пришли покупать. Ну вот видишь. Где же работает отец? — На заводе. Лекарщик он восьмой разряд имеет. В голосе паренька прозвучала гордость. Портрет его на заводской территории выставлен. — Знатный у тебя отец. Сергей неспеша закурил и, помедлив убрать сигареты, спросил. — Куришь? — Не, в детстве курил, бросил. Паренек явно оттаивал, говорил уже свободно, даже бойко, и без всякого страха глядел на Сергея. — Молодец. Сила воли, значит, есть. А я вот никак бросить не могу. — У вас работа нервная. — Это верно, — вздохнул Сергей. — Вот хоть случай с вами. Преступление вы, конечно, не совершили. Вред только. Огромный вред для здоровья. Но ты, допустим, парень с головой, попробовал. А, кстати, приятно показалось? — Не, голова кружится, знаете, медленно так, как в тумане кружится, и вкус какой-то сладковатый. Другому, может, и понравится. Ну, я соображаю, что к чему. А вот Гошка, ну, он совсем пацан, говорит, давай завтра еще купим. Я ему кулак дал понюхать, во, говорю, если купишь. Сергей рассмеялся. — Думаешь, подействует? — А как же? Мы с ним дружим. — Вот, Валя, в чем опасность. Всем-то кулак понюхать не дашь. Значит, как их, дураков, спасать? Торговлю запретить надо. Правильно, запрещено. А дальше? Дальше? Ну, штрафовать, что ли, кто торгует? — Штрафовать, — улыбнулся Сергей. Вот, допустим, на тебя бандит напал. Кошелек с получкой отнял и ножом два раза ударил. Его тоже штрафовать? — Сравнили. Правильно. Сравнение не подходит. Рана может зажить. Человек здоровым станет. Из другой получки дела свои поправит. А вот если курить ту заразу начнет, нервное расстройство и, в конце концов, гибель верная. Раз. Все получки на это пойдут. А когда не хватит, преступление человек совершит, чтобы деньги достать. Это два. А три? Приятелей втянет, их погубит. Ну-ка, сравни, что опаснее. Сергей сам не заметил, как голос его задрожал от кнева. — Да, — тихо ответил Валька. — Это вы верно. — То-то и оно. И другое учти. Грамм один в той закрутке, что он вам продал. А взял рубль так? Выходит, тысячу он с килограмма имеет. Ну, половину он отдаст тому, кто этот килограмм ему привез. А вторая — его? Он тебе, какой хочешь, штраф уплатит и доволен будет. А сам-то небось не курит, сам здоровый небось. — Ага, здоровый и рожа красная, — уже со зловой подтвердил Валька. — Сажать такого надо. — Верно. Но сам-то он к нам не придет, сажайте меня. Его найти надо. — А вы на рынок, пойдите, он там. Я сначала не хотел говорить, в общем, боялся. Но раз такое дело, он у пивного ларька торчит. Так и сказал нам. Если еще надо будет, приходите. Он в ватнике черном и в сапогах, его Сенькой зовут, Коклюшный. — Это точно, Валя? — Сам слышал. Через пятнадцать минут оперативная группа была на рынке. Но Сеньки там не оказалось. Не появился он и в других местах, где обычно бывал. Сеньку искали долго и тщательно, но безрезультатно. — Вот видишь, — сказал Лобанов Сергею, — еще одно звено, Сенька. Соединились две цепочки — паспорта и наркотики. И за ними обеими маячит одна и та же фигура Семенов, — добавил Сергей. Но как обнаружить его связь с Горлиной и Ивановой? Вот я над чем голову ломаю. С Горлиной есть один интересный момент. Мы его еще не разрабатывали. Кто был тот человек, с которым она приехала в гостиницу? Его ведь там видели? Сейчас. Лобанов раскрыл одну из пухлых папок и стал поспешно перелистывать страницы. Ага, вот. Видели швейцар и дежурная по этажу. Кто их допрашивал? Жаткин. Жаткин? Стой, — вспомнил вдруг Сергей. Он еще не вернулся из аптеки управления. Сейчас проверим. Лобанов не успел снять трубку, как зазвонил телефон. Да? Жаткин? Ну, просто телепатия какая-то. А я тебе собрался звонить, заходи. Через минуту молодой сотрудник уже входил в кабинет. Да, он был в аптеку управления. Был в прокуратуре. Его ВХСС. Обнаружено дело похищения медикаментов. Оно возникло с полгода тому назад. Преступники были недавно осуждены. Среди похищенных были и снотворное, в том числе и тот проклятый препарат. Сестра Семенова к ответственности не привлекалась. Против нее не было улик. По делу проходила как свидетель. Но в любом деле могут быть недоработки. Тем более, что по работе характеризуется она плохо. И выпить любит, и погулять, и денежки лишние водятся. Кстати, с братцем она дружит. Что ж, согласился Сергей, недоработки вполне могут быть. Во всяком случае, многозначительно заметил Лобанов. К тому делу она стояла близко. Отсюда, значит, такой вывод. Он посмотрел на Сергея. Вывод пока один. Данные не подтверждают, но и не опровергают наши подозрения. Семенов может иметь в своем распоряжении снотворное. Вполне может. А второй вывод и вовсе не опровергается, добавил Лобанов. Какой? Тот, кто применил снотворное в поезде, применил его и в гостинице, убежденно произнес Лобанов. И в гостинице. Сергей задумчиво потер лоб. Что-то мы с тобой насчет гостиницы говорили. Да. А тех, кто видел того человека, значит, двое? Их допрашивал я, товарищ подполковник. Вмешался порывистый Жаткин. Швейцары дежурные по этажу, хорошие люди. Им вполне доверять можно. Да. Но приметы того человека дают плохие. Жаткин развел руками. Опять тот же вывод. Приметы не подтверждают, но и не опровергают того, что с Горлиной был Семенов. Во всяком случае, пыжиковую шапку... Минуточку. Прервал его Сергей и обратился к Лобанову. Сколько дней Горлина собиралась провести в Борске? Сейчас скажу. Лобанов снова принялся перелистывать бумаги. Где этот листок, который она заполняла? Ага, вот. Да, на три дня всего. По личным делам. Вот именно. Откликнулся Сергей и иронически заметил. Тут командировочным сам товарищ Лобанов не может выхлоптать номер. А она по личным делам поселилась, притом без всякой его помощи. А ведь это мысль, — воскликнул Лобанов. Если не я, то кто ей помог? Сумела украсть, — презрительно сказал Жаркин, — сумела и устроиться. Особо, видно, была ловкая. Администратор там тоже, кажется, не очень принципиальный, — заметил Сергей. Мне рассказывали. Небось, сунули ему десятку. Лобанов запальчиво перебил его. — А кто? Горлина? А может, тот, кто был с ней. Семенов, допустим. Откуда вы знаете? — Да, да, — поддержал его Жаркин. Это такой ловкач, что поискать. — Решено, — заключил Сергей. — Побеседуем по душам с администратором. Женщина, кажется. — Еще какая. — То есть? — Сам увидишь, — усмехнулся Лобанов. — Я тебя не буду лишать удовольствия, — и с угрозой добавил. Обратите внимание, все тянется к Семенову. Ох, добраться бы до него, душу вытрясу, он у меня. Его прервал телефонный звонок. Дежурный по управлению, как всегда, бодрым тоном доложил. — Товарищ майор, к вам один гражданин пришел. Очень нервничает. Разрешите пропустить? — Кто такой? — Фамилия Семенов Петр Данилович. — Что? Лобанов изумленно посмотрел на Сергея. — Семенов? И, придя в себя, заорал в трубку. — Давай его сюда, быстрее, пока он не раздумал. Потом откинулся на спинку стула и посмотрел на Сергея и Жаткина. — Ну, как это прикажете понимать? И неизвестно, чего больше было в его голосе — радости или растерянности. — Вот придет и объяснит, с подчеркнутым спокойствием, — ответил Сергей. — И помни, мы ровным счетом ничего о нем не знаем. — В том-то и дело. Может, ты с ним поговоришь. А то я, ей-богу, за себя не ручаюсь, когда эту рожу увижу. Ну-ну, зато я ручаюсь. А мне нельзя. И никому другому нельзя. Он же к тебе пришел. Может, он тебя знает. — Нет, он, гад, определенно чего-то пронюхал, — покачал головой Лобанов, — и теперь опередить нас хочет. В чем-то признаваться прибежал. Вот увидите. Сергей пожал плечами. Он старался не подать виду, что сам удивлен и встревожен. Приход Семенова не сулил ничего хорошего. В этом Сергей был уверен. Решил выкинуть какой-то опасный фокус. Черта с два он сейчас в чем-нибудь признается. Его размышление прервал стук в дверь. Вслед за тем она тут же приоткрылась, и в кабинет торопливо зашел Семенов. На полном раскрасневшемся лице его отражалась тревога. Редкие потные волосы были спутаны, добротное пальто на меху небрежно расстегнуто. В руках он нервно мял пушистую красивую шапку. — Разрешите? — Пожалуйста, — настороженно кивнул головой Лобанов. Семенов поспешно прикрыл за собой дверь, подбежал к столу и, не давая Лобанову произнести ни слова, выпалил. — Вы милиция, да? — Ну так вот, извольте, меня хотят убить. — Убить! Голос его сорвался на крик. — Я требую, я требую защиты, вы милиция, вот и, пожалуйста, защищайте. Лобанов посмотрел на него с неподдельным изумлением. — Вас убить? — Да, 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 именно меня. Вот, читайте, черным по белому пишут. Он выхватил из кармана помятый конверт и протянул его Лобанову. — Да вы садитесь, — сказал тот, беря письмо. — Я не могу сидеть, — нервно воскликнул Семенов. — Не могу есть, не могу спать. Вы обязаны меня защитить, обязаны. Сергей с нарастающим удивлением рассматривал Семенова. В том, что он не притворяется, что он смертельно испуган, не было сомнения. А, впрочем, вдруг это все игра, вдруг это ловкий ход, чтобы отвести от себя подозрения, ведь улики ведут к нему, бесспорные улики. Сергей видел, что и Лобанов охвачен сомнениями, что и на него произвел впечатление истеричный напор Семенова. И мысленно говорил ему, — Спокойнее, Сашка, спокойнее, делай вид, что веришь. Между тем Лобанов вынул из конверта сложенный листок и, расправив его, медленно прочел вслух. — Ночью придем, убьем как собаку. Он поднял глаза на Семенова, и тот ответил ему затравленным взглядом, губы его дрожали. — Что это значит? — Я не знаю, что это значит, — захлебываясь, прокричал Семенов. — Они просто хотят меня убить, они хотят убить, понимаете вы? — Нет, гражданин Семенов, не понимаю, — усмехнулся Лобанов, — просто так не убивают. Он уже пришел в себя и теперь спокойно, с иронией разглядывал посетителя. — А я вам говорю, не знаю, хватайте их, хватайте и все, пусть они потом объясняют, что это значит, а иначе, иначе я не пойду домой, вот и все, вот и все. Он повалился на стул, поерзал, плотнее усаживаясь на нем, и всем своим видом давая понять, что он не двинется с места, пока не будет уверен в своей безопасности. Сергей увидел, как глаза Лобанова сузились от злости и понял, что сейчас он скажет что-то резкое и, может быть, не очень обдуманное. Решив опередить его, он озабоченным тоном произнес. Заявление гражданина надо обдумать. Семенов обернулся, окинул его быстрым, цепким взглядом и обрадованно подхватил. — Конечно, и принять меры немедленно, это же надо, наглость какая, и они придут, они обязательно придут, раз написали. — Врет, — подумал Сергей, — все врет. Но в чем тут фокус, я не понимаю. И он серьезно и озабоченно сказал, стараясь убедить Семенова в полном доверии к его словам. — Мы вас только попросим написать официальное заявление и письмо это приложить, чтобы было ясно, на основании чего мы действуем. — Ради бога, пожалуйста, сейчас же напишу. — Вы мне разрешите листок бумаги? Обратился он к Лобанову. Все молчали, пока Семенов торопливо, ни на минуту не задумываясь, писал заявление. — Укажите там, что причины этой угрозы вы не знаете, — сказал Сергей. — Обязательно, обязательно, а как же? Семенов кончил писать, решительным розчерком поставил подпись и, не перечитывая, протянул заявление и письмо Сергею. — Я извиняюсь, — как-то вкрадчиво и чуть заискивающе сказал он. — А вы кто будете? — Подполковник Коршунов. — А по должности? — Я из Москвы, в служебной командировке здесь. — Очень приятно, очень, — просеял Семенов. — Тогда я надеюсь, что все будет в порядке. И без меня было бы все в порядке. — А сейчас вы свободны, — сухо сказал Лобанов. — О принятых мерах мы вам сообщим. — Но я бы хотел... Сергею вдруг пришла в голову одна мысль, и он как можно мягче, даже с оттенком заботливости, спросил. — Вы хотели бы узнать об этом побыстрее? — Вот именно. — Я же не могу. — Так зайдите к нам, — Сергей посмотрел на часы. — Сейчас два часа дня. Зайдите под вечер, ну, скажем, в пять. Сможете? — Непременно, — обрадованно воскликнул Семенов. — То есть минута в минуту буду. Это же... это же для меня вопрос жизни. Вы поймите мое состояние. — Понимаем, понимаем, — добродушно кивнул головой Сергей. — Все понимаем. Семенов поднялся со стула, застегнул пальто. Когда он, наконец, вышел, Лобанов вопросительно поглядел на Сергея. — Ну, что ты придумал? И, не дожидаясь ответа, воскликнул. — Но прохвост! Какой прохвост? — Так чего ты придумал? Но прежде скажи, ты понял, зачем ему этот спектакль понадобился? — Я нет. — Я тоже. — А придумал я... Сергей взглянул на притихшего Жаткина. — Как вы полагаете, узнает швейцар Семенова? — Тот досадливо покачал головой. — Вряд ли. — Почему? — Он мне объяснил, когда я от него примет того человека добивался, что рассмотрел его плохо. Они очень быстро прошли к Горлиной мимо него. Потом он помог нести вещи к лифту кому-то из приезжих. Горлина сидела в кресле уже одна, причем очень грустная, расстроенная. — Так-так. — А ее спутник? — Он в тот момент стоял у окошка администратора. — Значит, это он насчет номера и договорился? — воскликнул Лобанов. — Ручаюсь. Сергей кивнул головой. — Согласен. Но это означает еще и другое. Что именно? Что администратор узнает Семенова, если это был он, конечно. — И если она захочет его узнать, — Лобанов хитро прищурился, — это может оказаться ей невыгодно. Он же наверняка дал ей взятку за номер. И она ему из какой-нибудь брони отдала. Может быть, его скорее узнает дежурная по этажу. Он посмотрел на Жаткина. И тот снова покачал головой. Вряд ли. Она тоже его очень плохо рассмотрела. За ключом к ней подошла Горлина, а он как-то незаметно прошмыгнул мимо. А когда уходил, вообще не видела. — Так, — заключил Сергей, — остается только администратор. Он повернулся к Жаткину. — Сейчас почти три часа. К четырем привезите ее сюда. — Слушаюсь. — Да. — Но что мы будем делать с Семеновым? — спросил Лобанов и усмехнулся. — Он же заявление подал. — По-моему, надо все-таки попробовать. — Что попробовать? — Задержать этих супчиков, если придут. — Значит, засада? — Конечно. Сергей задумался. — Они нас именно на это и толкают. — Выходит, это им выгодно. А что выгодно им, не выгодно нам. — Это, конечно, так, — согласился Лобанов. — Но, допустим, у них ссора произошла. И Семенов избавиться от кого-то хочет. А этот кто-то может нам пригодиться. — Возможно. — Но располагать засаду в квартире Семенова рискованно, — покачал головой Сергей. — Где он живет? — В том-то и дело. Свой домик досадливо щелкнул пальцами Лобанов. — На Луговой. Она прямо к лесу подходит, самый край города. — Хм. — Может, две засады тогда? — Может, и две. — Ну, вот что, — решительно объявил Сергей. — Вы, Жаткин, за администратором. Через час, чтоб была здесь. Двух сотрудников на рынок к палатке Семенова. Если он вздумает домой ехать, под любым предлогом пусть задержат на час. А мы с тобой, — обратился он к Лобанову, — на Луговую. Сами все там осмотрим и тогда решим, как и что. Ясно одно. Засаду надо делать. Через час они вернулись в управление. На обратном пути еще в машине в общих чертах обсудили план предстоящей операции. На коленях у Лобанова лежал листок из блокнота с приблизительной схемой расположения дома Семенова и окружающих его домов и улиц. Лобанов водил пальцем по схеме и запальчиво говорил. — Обязательно надо и у него в доме сотрудников посадить. А как же иначе? Иначе он сразу догадается, что мы ему не доверяем, и, черт-те знает, возьмет да предупредит тех. Мы же не знаем их планов. — Близость леса мне нравится, — заметил Сергей. Отрежем пути отхода туда вот и все. А путей по крайней мере два. Так и так. Сергей провел пальцем по схеме. Уже подъехав к управлению, окончательно договорились, что Лобанов немедленно займется организацией засады на Луговой, а Сергей возьмет на себя разговор с администратором гостиницы. — Это тоже не сахар, — усмехнувшись, предупредил Лобанов. Из кабинета Сергей позвонил Жаткину. — Ну как, Володь? — Товарищ Скляревская, у меня, товарищ подполковник, подчеркнуто официально, — доложил Жаткин. — Разрешите зайти? Через минуту дверь открылась, и Жаткин галантно пропустил вперед высокую полную женщину в черном платье с ниткой белых под жемчуг бус на пышной груди, которые еще больше подчеркивали весь ее строгий облик. На странно узком, холодном ее лице выделялись густо черные брови, и от этого глаза казались окруженными синевой. Пышные темные волосы были зачесаны назад и собраны в тяжелый пучок, открывая высокий чистый лоб. Женщина вошла как-то по-хозяйски, уверенно и твердо, с достоинством, даже несколько высокомерно, кивнула вставшему ей навстречу Сергею. — Присаживайтесь, Калина Александровна, — сказал Сергей как можно любезнее. — И вы тоже, — кивнула Жаткину. — Я вас слушаю, — требовательно произнесла Склеревская, опускаясь на стул. — Курить у вас, надеюсь, можно? Не дожидаясь ответа, она вынула из большой черной сумки и положила перед собой блестящую от целлофана пеструю коробочку с сигаретами и изящную заграничную зажигалку. — Пожалуйста, пожалуйста, — радушно ответил Сергей, соображая про себя, как лучше начать разговор. Работа уже давно приучила его быстро разбираться в людях. Профессиональное чутье мгновенно подсказывало ему правильную линию поведения. Но бывали, конечно, ошибки, более или менее значительные, утвердившие правила никогда не доверять до конца первым впечатлениям о человеке, а не порой обманчивой. Первое впечатление о Склеревской было неблагоприятным. Под внешней чопорностью и самоуверенным спокойствием Сергей ощутил в ней что-то настораживающее, что-то неискреннее. Но это могло быть и результатом полученных ранее весьма неопределенных сведений и потому требовало проверки. — Так я вас слушаю, товарищ, — закуривая холодно произнесла Склеревская. Сергей неспеша закурил вслед за ней и, откинувшись на спинку кресла и как бы давая понять, что разговор будет вполне доверительным и свободным, сказал. — Речь, Галина Александровна, пойдет о неприятном случае в вашей гостинице позавчера. О кошмарном случае строго поправила его Склеревская и, прижав пальцы к вискам, добавила. — Ах, я вторую ночь не могу уснуть из-за этого, никакое снотворное не помогает. При упоминании о снотворном Сергей невольно насторожился. — Да, я вас понимаю, но чтобы уж никакое снотворное не помогало. Он усмехнулся сочувственно. — Вы что принимаете? — Ах, все подряд страдальчески махнула рукой Склеревская. И невыносимая мигрень весь день, невыносимая. Она снова прижала пальцы к вискам. — Все-таки, помогите нам разобраться в этом деле, — мягко произнес Сергей. — Боже мой, ну, конечно, все, что в моих силах, спрашивайте, пожалуйста. — Вы видели эту самую горлину? — Видела. — Такая молодая, красивая, со вкусом одета. — Боже мой, какое несчастье! Она нервно затянулась сигаретой. — Вы из своего окошечка ее видели? — Конечно. Разве я могу выйти? У нас кошмарная работа, секунды свободной нет. — Да-да, — сочувственно откликнулся Сергей. Масса народу, и все ждут, нервничают. — Ах, если бы вы знали, как тяжело отказывать людям. Но гостиница не резиновая, вы понимаете. — Конечно. — Неплохая артистка, — подумал Сергей, — но и неумна, кажется. Сама же переводит разговор в невыгодное для себя русло. Впрочем, не нарочно ли? Проверим. Она ведь не знает истинную причину смерти. — А что горлина делала, когда вы ее заметили? — Я не помню точно, но она была очень грустной и озабоченной. — Может быть, ей уже не здоровилось? — Знаете, Скляревская оживилась и сделала энергичный жест рукой, словно останавливая Сергея. — Кажется, вы правы. — Да-да, ей, наверное, уже не здоровилось. У бедняжки был очень плохой вид, я сразу заметила. — Так, — удовлетворенно констатировал про себя Сергей, — больше она уже не упомянет, что гостиница не резиновая. Появился новый аргумент, более достоверный. — Да, ты, милая, хитришь и не очень умно. — Наверное, поэтому вы и решили ее устроить, хотя с номерами было трудно. Как бы восхищаясь ее чуткостью, спросил Сергей. — Ну, конечно! Боже мой, я тоже, в конце концов, женщина. Это же кошмар — оказаться больной в чужом городе одна. Правда, ее привез какой-то знакомый, но тут же бросил, ушел, вместо того, чтобы... — Вот-вот, теперь уже можно упомянуть и о нем, — подумал Сергей. — Он сам вас спросил о номере? — В таких случаях меня не надо просить, — гордо возразила Склиревская. Он только подал документы, как я уже все поняла, и отдала ей последний свободный номер. — Вы очень чуткая и наблюдательная женщина, — улыбнулся Сергей. — Ну что вы, самая обыкновенная, — снисходительно пожалу полными плечами Склиревская, явно однако польщенная его комплиментом. И он не говорил вам, что она больна. — Вы слишком много хотите от мужчины. В большинстве случаев они такие невнимательные. В ее голосе неожиданно прозвучала кокетливая нотка. — Впрочем, — равнодушно заметил Сергей, — это мы узнаем от него самого. Я еще с ним не беседовал. Впервые за время разговора в глазах Склиревская мелькнула настороженность, и она, не удержавшись, воскликнула. — Так вы знаете, кто он такой? Сергей взглянул на часы. — Да, он скоро здесь будет. И, обернувшись к молча сидевшему в стороне Жаткину, попросил. — Поглядите, кстати, может быть, он уже пришел. Тот поспешно встал и вышел из кабинета. — Мне даже видеть его неприятно, — враждебно заметила Склиревская, на секунду теряя свой царственно спокойный вид. Но еще бы усмехнулся про себя Сергей. — Называется сослуживец, — с негодованием продолжала между тем Склиревская. — Бросить женщину в таком... — Сослуживец? — невольно вырвалось у Сергея. — Да, он так себя назвал, якобы случайно встретил ее на вокзале. Бессердечный он человек, а не сослуживец. В этот момент вернулся Жаткин и доложил. — Гражданин здесь, товарищ подполковник. — Что ж, Галина Александровна, — сказал Сергей, вставая, — я больше не смею вас задерживать. Спасибо и извините, что потревожили. Разрешите, я вас провожу. — Ах, что вы, — кокетливо улыбнулась Склиревская, — мне неловко вас затруднять. — Какое ж тут затруднение? — Надо восстановить в ваших глазах репутацию мужчин, — ответно улыбнулся Сергей, краем глаза перехватив удивленный взгляд Жаткина. Они вышли в коридор. Около двери кабинета на длинном диване сидел Семенов, нервно теребя в руках свою пушистую шапку. Лоб и пухлые щеки его блестели от пота. Увидев Сергея, он сделал движение, чтобы подняться, но тут он заметил Склиревскую и застыл на месте, поспешно отведя глаза. И Сергей отметил это про себя. — Одну минуту, — сухо сказал он Семенову, — я сейчас вернусь. Склиревская прошла вперед, величественно вскинув голову и старательно не глядя в сторону Семенова. Только по плотно сжатым губам и напряженному устремленному вперед взгляду, можно было догадаться, что встреча эта была ей неприятна. Прощаясь со Склиревской у выхода из управления, Сергей как бы, между прочим, спросил. — Кстати, вы узнали того гражданина в коридоре? — Я? Да я его просто не заметила. — Врешь, милая, — подумал Сергей, и не очень умело при том. Что ж, тем лучше. Он стал медленно подниматься по лестнице. Дойдя до третьего этажа, Сергей увидел в конце коридора одинокую сутулившуюся фигуру Семенова на диване и, поколебавшись, решительно повернул назад, вниз по лестнице, туда, где находились комнаты отдела уголовного розыска. В накуренном до синевы кабинете Лобанова сотрудники оживленно обсуждали что-то и разом умолкли, повернув голову к двери, когда она без стука распахнулась, и вошел Сергей. — А вот и он сам, — удовлетворенно констатировал Лобанов. — Ох, и надымили вы, братцы, — покачал головой Сергей, — аж глаза ест. Лобанов усмехнулся. — Это мы сами дымимся, уточняли план операции. — Он сидит там у меня, — Сергей кивнул на дверь. — Кто будет у него в доме? — Пойдемте знакомиться, а то уже седьмой час. — Филиппов, ты иди. — Жаткин там, — распорядился Лобанов. Остальные как условились. И, обращаясь к храму, спросил. — Курево, воду, бутерброды, заготовили? — Так точно. — Ну, все тогда. — Машина у подъезда. Отправляйтесь, хлопцы. Рации только берегите. В случае чего, мигом у вас будем. Вроде ничего не забыли, так? Он оглядел сотрудников, потом посмотрел на Сергея. — Разрешите начинать, Сергей Павлович. При посторонних Лобанов всегда обращался к нему строго официально. — Давайте. Все, шумно переговариваясь, вышли в коридор. Сергея охватило знакомое чувство нервного подъема, радостное ощущение братской близости с идущими рядом людьми, которых в этот момент объединяло не только общее задание, общая цель, но и сознание неведомой пока опасности, предстоящего риска. И он на секунду даже позавидовал им. Эх, давно он не ходил в засады. Только час спустя, когда уехал с двумя сотрудниками, заметно повеселевший Семенов, Сергей и Лобанов вспомнили, что с утра ничего не ели. — Столовая закрылась, устала, потягиваясь, — сказал Лобанов. — Может, в ресторан зайдем? — Хотя шуму там. — Сначала в гостиницу, — ответил Сергей. — Домой позвонить надо. — Как там мои? — Ну, пошли раз так. Они не спеша оделись. Сейчас можно было не спешить. На улице было холодно, люто бушевал ветер. — Все машины разогнал, — прокричал Лобанов. — Придет спешком, на голодный желудок тяжеловато. — Ничего. А мороз у вас серьезный. И всегда с ветром, черт его дери, — проворчал Лобанов, погружая лицо в поднятый воротник пальто. К гостинице подошли замерзшие и схлестанные ледяным ветром. Поднявшись к себе в номер, Сергей заказал по телефону разговор с Москвой. — В течение часа, — предупредила телефонистка. — Придется ждать, — вздохнул Лобанов, располагаясь в глубоком кресле. Но телефон зазвонил почти мгновенно. Сергей поспешно сорвал трубку. — Вот как работаем, — горделево произнес Лобанов, подняв палец. — Это тебе, брат, не... Однако вместо ожидаемой Москвы в трубке раздался знакомый обрадованный голос Урманского. — Сергей Павлович, ради бога извините, но вы сами просили. Знаете, я нашел Марину. — Поздравляю, — улыбнулся Сергей. — Как вам это удалось? — Тысяча и одна ночь. Если написать, скажут, так не бывает. Но главное, — с веселой торжественностью заключил Урманский, — Моё счастье теперь в ваших руках. — Это как понять? — По телефону это невозможно понять. Если бы вы разрешили... — Я понимаю, это верх нахальства, но... — Хотите приехать? — Я просто мечтаю приехать и выплеснуться. Мешает только моя природная застенчивость. — Ну, валяйте. Правда, мы еще не... Но тут в трубке что-то щелкнуло, и ворвался голос телефонистки. — Вы заказывали Москву? — Да-да. — Говорите? — Москва? — Говорите? И Сергей вдруг узнал далекий голос, кричавший. — Я слушаю, я вас слушаю. — Мама! — в свою очередь закричал Сергей, прижимая трубку к рту. — Мама, ты меня слышишь? — Сережа, ну, конечно, слышу. Как ты себя чувствуешь? Там у вас не холодно? — Все хорошо, мама, не холодно. Как вы там здоровы? — Да-да, Лена в театре, а Витенька, да вот он рвет трубку. И Сергей услышал звонкий и взволнованный голос сына. — Папа, папа, я разбил твою чашку. Он знал Витькину привычку сразу выкладывать все неприятности. — Я полез? — Ладно, сынок, ладно, — улыбнулся Сергей, — как дела? Витькин голос сразу стал веселым, и он еще звонче закричал. — Папа, я по труду пять получил. — А ты? Сергей любил говорить сыну, что оба они трудятся и оба получают отметки. — Нет, сынок, я пять по труду пока не получил. Невольно вздохнул он, скосил глаза на Лобанова, который с веселым интересом прислушивался к разговору. — Но постараюсь. Недолго продолжался этот радостный и беспорядочный разговор, когда вмешался голос телефонистки. — Ваше время истекло, кончайте. И Сергей только успел прокричать «Маму поцелуй, до свидания!» Когда он повесил трубку, Лобанов с упреком сказал. — Хоть бы привет от меня передал Марии Игнатьевне. Но Сергей, словно не слыша его, задумчиво произнес. — Эх, нам бы с тобой пятерку за труд получить. Знаешь, он опустился на диван и закурил. — Помню я одного человека. Был такой секретарь райкома у нас, Волохов. Так вот, вызвал он меня, когда я после демобилизации в Москву приехал, и сказал, что райком собирается послать меня на работу в уголовный розыск. Это, говорит, должно стать делом всей вашей жизни, вашей новой профессии. И вот сколько лет прошло. И чего только не было. И, по-моему, служим мы с тобой неплохо. А вот легче работать почему-то не становится. — Волохова я знал, — кивнул головой Лобанов. Оба некоторое время молча курили. Потом Сергей сказал. — Я вот иногда думаю, что у нас за работа. Говорят, мы должны карать за совершенное зло. — Карает суд, — покачал головой Лобанов. — Ну, конечно. Но работа наша все-таки выглядит грубой, даже жестокой, что ли. Найти преступника, схватить его. — Гораздо важнее не дать ему пойти на преступление, — заметил Лобанов. — А что значит не дать пойти? — Просто помешать? — Нет? — Тут надо совершить переворот в его душе. Это же все равно, что вылечить тяжелобольного. Я тебе так скажу. — Я бы нашу работу поставил рядом с работой учителя и врача. — Ишь ты, — улыбнулся Лобанов. — А что? Я же понимаю, чего ты улыбаешься. — Многого нам не хватает, чтобы рядом с учителем и врачом стать. — Согласен. — Но я о гуманности профессии говорю. У нас ее только труднее разглядеть. Но она есть, если в корень смотреть. Есть. Лобанов сердито вздохнул. — А я большую разницу вижу в этих самых профессиях. Вот врач. Он всех своих больных должен, не знаю как жалеть, должен даже, если хочешь, любить. — Потому человек перед ним, больной, страдающий. А я всех наших больных любить не могу. И чем тяжелее наш больной, тем я его больше ненавижу. Я сейчас думаю, к примеру, как мне этого подлеца Семенова разоблачить, а не вылечить. Как мне его бандита скорее за решетку спровадить? — Ну, а потом? — усмехнулся Сергей. — Что потом? — Ну, спровадил. — А потом? — А-а-а. — Потом, конечно, лечить его придется, — хмуро согласился Лобанов. — Никуда тут не денешься. — Вот видишь, придется, значит, лечить. Даже Семенова. Ну, а других, кого он, допустим, с пути сбил, запутал или запугал, что мы не видели с тобой таких? Лобанов задумчиво подтвердил. — Видели? Много таких видели. — И все это верно, что ты говоришь. Но сейчас у меня гвоздем сидит в голове Семенов. — Как его заставить говорить? Как узнать, чего он придумал? — Эх, — мечтательно произнес Сергей. Читал я где-то записки одного известного психолога-экспериментатора. Однажды он помог раскрыть преступление с помощью гипноза. — Интересный случай описал. — Ты вообще в это дело веришь? — Дело темное. — А какой случай? — Женщина одна подозревалась в убийстве. Там сложная история была. Я тебе только схемов скажу. И никак, понимаешь, не могли добиться у нее признания. И тело убитого найти тоже не могли. Пригласили этого психолога. Он ее усыпил. Расслабленная воля, лишенный самообороны мозг. И вот во сне она называет место, где убило того человека. А потом едут с ней туда, находят труп. И женщина под впечатлением всего этого признается в убийстве. — Вот бы Семенова загипнотизировать. Пусть хоть во сне признается, чего он задумал с этим письмом, — засмеялся Лобанов. Сергей покачал головой. — Тут есть один важный вопрос. Психолог ставит его, по-моему, правильно. Он доказывает, что таким способом иногда можно раскрыть преступление. А вот допустимо ли таким способом раскрывать? Это он оставляет решать юристам. А почему нет? Мало ли, почему. Я не ученый. Но вот с практической точки зрения тут возможно злоупотребление. Взять случай с этой женщиной. Труп могли найти и без нее. А вот убийцу обнаружить не удавалось. Женщину только подозревали. На допросах она все отрицала. Но в результате сеанса гипноза ей, вольно или невольно, внушили мысль, что она убийца. Под влиянием гипнотизера она даже называет то место, где был обнаружен труп, и где она раньше бывала с тем человеком. Потом ее везут туда, показывают труп, и она, травмированная всем, что увидела, и всем, что осталось у нее в подсознании после сеанса, признается в убийстве, которого не совершала. Может так быть. Ложные признания бывают и без гипноза. Но сознательные, живо возразил Сергей, с какой-то целью или по какой-то причине, это все установить можно. А тут бессознательное, эдакое внутреннее убеждение-то и вообще. Признание, данное в беспомощном состоянии, гуманно это? Гуманно цель — раскрыть преступление, покарать преступника. Ну, знаешь, это иезуиты утверждали, цель оправдывает средства. По-твоему, выходит, нельзя пользоваться гипнозом, спросил Лобанов. Ты правильно сказал, дело это темное. Пока темное, с ударением повторил Сергей. Но, по-моему, нельзя. А я уже собрался гипнотизера искать, засмеялся Лобан. Этот психолог, между прочим, не только гипнозом пользовался. А чем еще? Расшифровка микромоторных реакций, которые только он и может улавливать, возьмет испытуемого человека за руку и, так сказать, читает его мысли. Преступника? Недоверчиво спросил Лобанов. Вообще-то, конечно, нет. Обычно на сеансах, у желающих. Но был у него случай. Лобанов засмеялся. С тобой не соскучишься. Ну, расскажи. Сергей взглянул на часы. Что-то наш приятель задерживается. Он откуда едет? Наверное, из редакции. Ты пока рассказывай. Ладно. Так вот, был у него такой случай. Подробности я, правда, уже не помню. Давно читал. У актера из гримерной украли золотые часы. Подозревали одного работника клуба. Директор обратился за помощью к этому психиатру. Вызвали подозреваемого. Психиатр ему говорит, что абсолютно верит в его невиновность. Но надо, мол, доказать это и другим. На обмане, значит, с сомнением спросил Лобанов. Ну, иначе тут нельзя. Надо было, чтобы тот человек согласился на опыт. Да. Ну, в общем, тот согласился. Психиатр взял его за руку. Версии при этом у него было две. Или тот человек спрятал часы, или отдал кому-то. Решил сначала проверить первую, спрятал. Обошли они клуб. Человек был спокоен. Психиатр ясно читал его мысль, тут часов нет. Вышли на улицу, подошли к остановке троллейбуса. Психиатр уловил новую мысль, не надо ехать. Сели, поехали. Первые три остановки человек спокоен, но, подъезжая к четвертой, подумал, нельзя выходить. Психиатр это тоже уловил. Вышли. Тот уже явно подавлен, испуган. Недалеко бассейн. Психиатр улавливает странную мысль. Вода, часы. Сначала не мог понять, а потом ведет того к бассейну и приказывает в воду. Тот покорно раздевается, ныряет в бассейн и достает камень с целлофановым мешочком, а там часы. Здорово. Восхищенно произнес Лобанов. Сергей улыбнулся. Конечно, здорово. Но, во-первых, тут действительно приходится обманывать. Во-вторых, Семенов, к примеру, тебе руку нипочем не даст. А главное, ты все равно ничего не поймешь. И я тоже. Тут ведь феноменальные способности требуются. Да, Лобанов вздохнул. Семенов, конечно, руку не даст. А ему дашь так откусит. Вверх руки и на секунду стал похож на дрессированного медведя. Раздевайтесь, — кивнул ему Сергей, — и спустимся в ресторан. Мы умираем голодной смертью. Этого я себе никогда не прощу. Принимая его шутливый тон, воскликнул Урманский. Хотя на меня будут молиться все жулики города. А в ресторане гремел оркестр, между столиками кружились раскрасневшиеся пары, сновались под носами официанты. Сергей, Лобанов и Урманский, оглушенные, остановились в дверях, оглядываясь по сторонам в поисках свободного столика. Изящно лавируя среди танцующих, к ним приблизился худощавый в черной визитке седой метродотель. — Желаете поужинать? — Хотя бы, — усмехнулся Лобанов. Метродотель, понимающий, кивнул. — У нас сегодня свободен банкетный зал. Не желаете столик там? — Отлично. И Лобанов горделиво покосился на Сергея. — Вот как у нас обслуживают, видал? — говорил его взгляд. Через минуту они уже сидели в небольшом пустом зале за единственным накрытым столом. Музыка сюда почти не доносилась, было прохладно и тихо. Когда утолили первый голод, почти мгновенно проглотив всю закуску, которую заказал Лобанов, Сергей закурил и спросил Урманского. — Ну, так как? Вы нашли Марину? — Просто не поверите, — с воодушевлением начал тот. — Помните, я вам говорил о Федорове, о котором собирался писать очерк? — Ну, герой войны. — Помню, помню. Так вот, я, знаете, видел людей скромных. Сам скромный, — Урманский приложил руку к груди, — но такого из него слова не вытянешь. Ну, просто не желает говорить и кончено. Странно даже. — Может, вы ошиблись, и никаких особых подвигов он не совершал, — спросил Лобанов. — Однофамилец, например, того героя. — Что вы? — У него одиннадцать боевых орденов, два ордена Ленина. И потом я старую газету раскопал, Красную Звезду. Там о нем пишут. Да как? Правда, со слов его товарищей сам он, видно, и тогда молчал. Но я же не могу сейчас тех людей найти. А очерк о герое нужен. — Во! — он провел рукой по горлу. — У меня задание главного редактора. И материал золотой. Я же нутром чую. Словом, сегодня решил. Дай, думаю, еще раз зайду. Может, он, пока я в Москву летал, одумался, понял меня правильно. Я же прямо наизнанку выворачивался, когда его убеждал. Я за эти дни цицероном стал. Я на такую принципиальную высоту вопрос поднял. Если бы за мной записывали, то лучшего материала в отдел пропаганды и политвоспитательной работы не надо было бы. Ну так вот. Пошел, значит. И чем ближе подхожу, тем, знаете, больше растет во мне такое ощущение, зря иду. Честное слово. Я чуть назад не повернул, когда к его дому подошел. Что было, если бы я повернул назад? Урманский с комичным отчаянием схватился за голову. А что было бы? С интересом спросил Лобанов. Вот слушайте. Захожу я в дом. Квартира на первом этаже. Звоню. Знаю, жена его на работе, а он в это время дома. Он вообще на пенсии. Вдруг слышу топ-топ-топ. Женские какие-то шаги, легкие такие. Открывается дверь. И? Ну вы никогда не поверите. Марина. Я, знаете, остолбенел от неожиданности. Да, вот это встреча. Удивленно покачал головой Сергей. Действительно не придумаешь. Именно. Азартно подхватил Урманский. Ну, в общем, захожу. Старик дома. Сажают меня за стол, угощают чаем. Постойте. Так значит, он ее дядя. Выходит, дядя. Называет она его на вы, по имени и отчеству. И еще, знаете, до того она меня испугалась, передать не могу. Немного, правда, успокоилась, когда узнала, зачем я пришел. Странно. Очень даже. Вроде меня девушки еще не пугались. А дальше что было, вмешался Лобанов. Ну, попили чай. Старик, между прочим, на нее прямо не надышится. Даже разговорчивее стал. Вроде как оттаял. Потом я приглашаю Марину погулять. Показать город, в театр сходить. Ни за что. Уж и Федоров ее уговаривает. Не хочет. И кончено. И вижу, что боится. Ну, я ей говорю. Хотите, втроем пойдем. С Сергеем Павловичем. Это же солидный человек. Урманский весело подмигнул. Такую рекламу вам выдал куда там. В министерстве, говорю, охрана общественного порядка в Москве работает. Подполковник. Ну, положим, подполковник. Да какое это имеет значение? Я чуть генерал не сказал. Так вы знаете. Она, по-моему, еще больше испугалась. Ну, может, мне это и показалось. Но Федоров вами заинтересовался. Расспрашивать стал. В общем, теперь вся надежда на вас, Сергей Павлович, — неожиданно заключил Урманский. Это вы здорово повернули, — засмеялся Лобанов. Он мастер по сердечным делам, все уладит. Сергей смущенно усмехнулся. Причем же все-таки тут я не понимаю. Как так, причем, — воскликнул Урманский. Да если мы вместе туда поедем, это же все разом решит. Ну, знаете, мне только этого не хватало. Сергей Павлович, ну что вам стоит? Любой вечер. Не отрывайтесь от народа, Сергей Павлович. Они еще некоторое время шутливо спорили между собой. Ужин незаметно подошел к концу. Когда Сергей поднялся к себе в номер, было около одиннадцати часов вечера. Радио передавало из Москвы последние известия. За окном бесновался ветер. Как-то там ребята. В который раз уже за этот вечер подумал Сергей. В такую-то ночь. Он прошелся из угла в угол по комнате, не зная, чем заняться. Потом сел к лампе, достал из портфеля начатую еще в Москве книгу, но через минуту отложил в сторону. Мысли скакали с одного на другое, и смысл прочитанного не доходил до сознания. То он думал о Семенове, о его загадочном приходе, о полученном им письме, и сразу начинал думать о сотрудниках, находящихся сейчас в засаде. То вспоминал рассказ Урманского, и начинал думать о Марине, о том, как она странно ведет себя, о Федорове. Но мысли снова перескакивали на засаду в доме Семенова. Сергей, откинувшись на спинку дивана, курил одну сигарету за другой, устремив нахмуренный взгляд куда-то в пространство, потом вскочил и стал расхаживать по комнате. Наконец решил, что надо ложиться спать, и начал было раздеваться, когда зазвонил телефон. — Сергей? Он сразу узнал Лобанова. — Я? — Ты чего? — Ну, как ты там? — Вот спать ложусь. — Я тоже собрался. — Слышишь, как воет? — Слышу. Сергей чувствовал, что Лобанов тоже нервничает, и ему почему-то стало легче. Не он один все-таки. Дежурный звонил? — Звонил. — Ну? Последний сеанс час назад был. Мерзнут ребята. А так все тихо. — Знаешь, у меня такое ощущение, что засаду мы на самих себя устроили. Честное слово. Ведь наверняка этот гад что-то придумал. — Возможно. — Остается только ждать, — вздохнул Сергей. — Эх, подскочить бы сейчас к ним. — Да, только нельзя. Вот именно. — Еще дежурному звонить будешь? — Через час. — Ну и мне тогда. — Ты спи давай. — Тут с вами заснешь. — Завтра в форме надо быть, — наставительно сказал Лобанов. — Тебе, между прочим, тоже. — Ну, раз так, давай спать. Если что, раз будет. — Давай. Сергей раздраженно повесил трубку, черт знает что. Как будто первый раз отправил людей в засаду. Вот сейчас ты ляжешь и уснешь, — мстительно сказал он самому себе и стал поспешно раздеваться. Потом погасил лампочку у кровати, нырнул в холодные простыни и, натянув одеяло на голову, закрыл глаза. И не заметил, как уснул. Засада у Семенова ничего не дала. К нему никто не пришел. Тут же было решено оставить ее и на следующую ночь. Но утром... Лобанов зашел к Сергею и с ехидцей спросил. — Ты, кажется, говорил, что тебе кое-что неясно в поведении горлиной. — Ну, говорил, — насторожился Сергей, предчувствуя новые неприятности. — Например, почему она телеграфировала Ивановой, что приедет к ней, а сама приехала сюда? — Именно. Хотя ее сюда вызвали письмом, и она... — Письмом? Запальчево перебил его Лобанов, не в силах больше интриговать друга. Так вот, получен акт экспертизы трех текстов. Письма к горлиной, бланка с ее телеграммой Ивановой, и листка, который горлина заполнила в гостинице. Это я уже потом добавил. — И что? — А то, что все три текста написаны одной рукой. Все три. — Сама себе, выходит, письмо написала. — И какое? — Да, — ошеломленно протянул Сергей, — вот это задача. И в ней чем дальше, тем все больше неизвестных. Я лично ничего уже не понимаю. Я тоже. А потом, между прочим, будем удивляться, как все оказывается просто. До этого потом еще дожить надо. — Я, например, рассчитываю, — угрюм ответил Сергей. Но на расстроенном лице Лобанова уже появилась усмешка. Жизнерадостный его характер брал верх над любыми неприятностями. — Ладно, — объявил он. Один древний мудрец сказал, — пока живу, надеюсь. Старик был оптимистом. — Вот-вот. Я эти слова здорово запомнил. Со школы еще и тебе советую. Эх, какая у нас историчка Вера Григорьевна была. Теперь таких нет. И совсем бодро заключил. В общем, давай, вкалывать, дел у нас с тобой хватает. За Семеновым, который, как обычно, открыл утром свою палатку, наблюдали неотступно. Но ничего подозрительного замечено не было. Одновременно продолжали искать Сеньку. Но поиски оказались безрезультатными, хотя сотрудники уголовного розыска обшарили, казалось, весь город. Сенька был очень нужен. Украденные им паспорта и неизвестно откуда взявшийся гашиш могли вывезти сразу на Семенова. Никаких новых сообщений из Москвы по делу Горлиной и из Волгограда об исчезнувшей Ивановой пока не поступало, как и из других городов, куда были направлены ориентировки. Словом, день прошел хлопотливо. Когда стемнело, группа сотрудников снова уехала на Луговую. И снова невыносимо тягучо потянулся вечер. На этот раз Сергей поехал к Лобанову. Там и поужинали. Они словно боялись отойти от телефона. Но тот молчал загадочно и угрожающе, так им по крайней мере казалось. Но среди ночи телефон зазвонил. Сергей вскочил с постели и в одних трусах босиком кинулся к нему. Звонил дежурный по управлению. Товарищ подполковник, вернул из засады слуговой. Задержали кого-то. Майор Лобанов уже выехал. За вами машина будет через пять минут. Бросив трубку, Сергей стал лихорадочно одеваться. Когда он вышел из подъезда, у тротуара стояла залепленная снегом машина. На улице бушевала вьюга. Ехали медленно. В свистящем снежном круговороте свет фар тонул, как в вате. В кабинете Лобанова собралась вся оперативная группа. Уставшие и замерзшие, но возбужденные люди, перебивая друг друга, рассказывали о происшедшем. Сергею бросилось в глаза выражение лица Лобанова, слушавшего своих сотрудников. В нем было столько искренней зависти и жадного интереса, что Сергей невольно улыбнулся. Оказывается, человек подкрался к дому Семенова незамеченным. Его увидели, когда он был уже на крыльце у самой двери, и силуэт его вдруг четко обозначился на белой стене. Из засады выскочили мгновенно. Человек был задержан еще до того, как постучал в дверь. Семенов так и не узнал о его приходе. И задержали его вполне квалифицированно, тихо и быстро, хотя парень оказался здоровый и горячий. Оружия при нем не было, и выбросить ничего он не успел. И еще, он был один. Вот что странно. В окнах уже посерело, когда Лобанов наконец сказал, «Ну, все ясно, братцы, а сейчас по домам отсыпайтесь. Утром начнем первый допрос». Но утро принесло новую неожиданность. Сообщение из Москвы гласило, «Фотография убитой Горлиной со служивцами не опознана. Срочно направьте на экспертизу ее паспорт». Через час научно-технический отдел дал заключение. «Фотография на паспорте заменена, сам паспорт подлинный». Итак, убитая оказалась не Горлиной. Глава пятая. Бывшая Нина. Первое, что сделал в то утро Сергей, это позвонил в гостиницу, однако никто ему там не ответил. Нахмурившись, Сергей позвонил администратору и довольно нервно спросил, уехал ли жилец из 407 номера, Колосков. Выяснилось, что тот еще не уехал, и Сергей попросил, как только он вернется, передать, чтобы позвонил Коршунову, телефон он знает. «Происходит странная вещь», — сказал он Лобанову. «Чем дальше мы продвигаемся, тем дело становится все запутанней. Ты не находишь?» «Да», — покрутил головой тот, «я же тебе с самого начала говорил, Шарада. Хотя с Семеновым мы теперь все-таки кое-что выясним. Тот гость ночной у нас, а вот с убийством. Выходит, паспорт Горлиной, а убита не она. Вот где Шарада-то? Кто же такая убитая, спрашивается? Как к ней паспорт чужой попал? И где же сама Горлина в таком случае?» «И какое отношение ко всему этому имеет Семенов?» — добавил Сергей. «А может, никакого не имеет?» «Имеет, тут я уверен. Ха! А я что-то начинаю сомневаться». «Да? Ну тогда давай восстановим факты». «Давай», — со вздохом согласился Лобанов. «Просто голову тут с ними со всеми сломаешь». Он подошел к большому сейфу в углу кабинета и принялся доставать пухлые папки с бумагами. Сергей пересел с дивана поближе к столу и закурил. Бумаги эти были не один раз ими прочитаны. Уже по одному виду каждый из них Сергей и Лобанов тут же вспоминали их содержание, чуть ли не дословно. И все же, приученно-терпеливо, они принялись заново их читать. Постепенно восстанавливалась до мелочей знакомая цепь фактов. Итак, все паспорта, с которыми были совершены мошенничества, добыты Семеновым. Это не вызывало сомнений. Выходит, Семенов участвовал и в преступлениях. Но одно из них было совершено с паспортом ограбленного и усыпленного в поезде человека. Следовательно, Семенов имел отношение и к этому делу. Тем более, что Семенова именно по тому последнему мошенничеству опознал Колосков. Тут все было как будто ясно. Теперь убийство в гостинице. Там действовали с помощью того же снотворного, что и в поезде. Поэтому сам собой напрашивался вывод, что и тут замешан Семенов. Тем более, что через сестру он вполне мог такое снотворное получить. То, что Скляревская якобы не узнала в нем спутника убитой потом женщины, нисколько не снимало с него подозрения. Даже наоборот, Сергей был убежден, что Скляревская солгала. Теперь неясен даже мотив убийства, с досадой заметил Лобанов. У Горлиной хоть были украденные деньги, а у этой... У этой деньги тоже могли быть. Дойдя в своих рассуждениях до этого места, они, не сговариваясь, захлопнули папки и уложили их высокой горкой на краю стола. Решено было немедленно допросить задержанного ночью человека. Через некоторое время в кабинет ввели высокого худощавого парня в зеленой поролоновой куртке на молнии. В руке он держал модную ворсистую кепку. На узком и смуглом лице с тонкими тщательно подбритыми усиками видны были следы усталости. Нижняя губа была упрямо прикушена. — Садитесь, — сказал Сергей, внимательно оглядывая парня. Тот молча сел. — Ваше имя, фамилия? — А Олег. — Александр. А фамилия Гамидов. Место жительства? — Ну, допустим, Баку. Допустим, улица Комиссаров 5. Парень нагловато усмехнулся, но Сергей сделал вид, что не замечает его вызывающего тона. — Где ваши документы? — Потерял. — Сам понимаете, переживаю. — Заявили о потере в милицию? — Вот я вам совершенно официально и заявляю. — Зачем приехали в этот город? У вас тут знакомые? — А как же? Снова на этот раз как-то странно усмехнулся парень. — Разные люди, понимаете, есть хорошие, есть не очень хорошие, но вас это, знаете, не касается. — Грубовато отвечаете. — А со мной тоже грубо обошлись, так что квиты. — Нет, — покачал головой Сергей, — мы еще далеко не квиты. — Как зовут человека, к которому вы пришли этой ночью? — Не знаю, — безмятежным тоном ответил тот. — Вы не находите, что это звучит довольно глупо? — Для вас это может быть и глупо, а для меня, понимаете, наоборот. Парень явно рисовался, но в больших выразительных глазах его проглядывала тоска. Зазвонил телефон. Сергей снял трубку и тут же обрадованно воскликнул. — Да, да, это я, здравствуйте. Очень хотелось, чтобы вы приехали к нам. Мы за вами машину пришлем. — Ну что вы, нисколько. Зеленая Волга будет. Номер... Он вопросительно взглянул на сидевшего в стороне Лобанова, и тот подсказал. — Тридцать один пятнадцать. Сергей повторил номер и, положив трубку, почти весело спросил задержанного парня. — Так вы отказываетесь отвечать на мои вопросы? — Не могу, — тот широко развел руками. — Спать хочу. — Ну так посидите в коридоре. Там и взремнуть можно. Когда парня увели, Сергей посмотрел на Лобанова. — Ну, что скажешь? — Интересный парень. — Я бы даже сказал перспективный. Показать решил. — На всякий случай. Высылай машину. А ты, может, пока Семеновым займешься? Спустя немного времени в кабинет к Сергею ворвался взволнованный, запыхавшийся Дмитрий Петрович. Он, видно, очень спешил. Пальто его было распахнуто, кашне выбилось из-под борота, шляпа сдвинута на затылок с потного лба. На впалых щеках его румянец. Дмитрий Петрович подбежал к столу и возбужденно прошептал, перегибаясь к Сергею и поправляя очки. — Вы знаете, кто у вас сидит в коридоре? Это ужасно. Это тот самый. Он был у нас в учреждении. Да, да, да. Я его прекрасно запомнил. Гораздо лучше того второго. — Это точно, Дмитрий Петрович? — Не скрывая радости, — спросил Сергей. — Это так же точно, как то, что я вас вижу. Я могу под присягой, если угодно. Боже мой, только не выпускайте его, умоляю вас. — Будьте спокойны. Когда Дмитрий Петрович уехал, Сергей снова вызвал арестованного. — Ну, Алек, давайте поговорим серьезно. Тот тревожно поднял на него свои бархатные глаза. В них не было прежней наглости, настроение парня явно переменилось. Наверное, узнал Колоскова, — подумал Сергей. Наверное, понял, что деться некуда. — Ах, все равно теперь. Алек безнадежно махнул рукой. — Сажайте. Можете даже расстрелять. Одним дураком будет меньше на свете. Глаза его наполнились слезами. — Если хотите знать, жалко только моих стариков. Они так верят, что лучше их Алека никого нет. Сделав над собой усилие, он усмехнулся. — Святая простота, понимаете? — Вы сможете их повидать. — Что вы, дорогой? Так сын пропал и все, а так сын преступник. Этого мои старики не переживут. Нет. — Они все равно об этом узнают, — с невольной досадой возразил Сергей. О чем вы раньше думали, Алек? — Ах, две опасности всегда поджидают мужчину. Глупая гордость и красивая женщина. — Ни то, ни другое не может толкнуть на преступление. На это толкает жадность, грубая жестокость, а гордость и любовь толкают на подвиг. — Ах, красиво говорите. — Верно говорю. Хотя вы сказали глупая гордость, а женщине, что она красивая и только. Это, конечно, меняет дело. Алек поднял на него свои большие грустные глаза. — Сейчас это уже не имеет значения, понимаете? И мое дело это не изменит. — Главное, измениться самому, — снова возразил Сергей. — Тогда может измениться и дело. Но мы еще об этом поговорим. А сейчас скажите, зачем вы пришли к Семенову? — Не знаю никакого Семенова. — Но вы стучали ночью в его дом. — Да, я этого не знал. — Я вам не верю, — покачал головой Сергей. — Это не может быть. — Это так и есть. — Фамилии такой я не знаю. — Ну, допустим. — Но зачем вы пришли в ту ночь? — Взять одну вещь. — Какую? — Допустим, не знаю. Алек нахмурился. — Я вам сказал, сажайте, судите, хоть стреляйте. Мне все равно уже. Но о других я рассказывать не буду. Каждый, понимаете, платит по своему счету. Вот и я плачу. Но только по своему. — Что ж, вы правы, — согласился Сергей. — Но я хочу, чтобы каждый заплатил. Каждый, а не только один вы. Этого требует закон. Люди хотят жить спокойно. Но и об этом мы тоже еще поговорим. Он снял трубку телефона и набрал номер. — Володя, зайдите ко мне. Через минуту в кабинет вошел Жаткин. — Пусть этот человек, — Сергей кивнул на Алика, — побудет у вас в комнате. Я позвоню. — Слушаюсь. Жаткин движением руки указал Алику на дверь. Тот, вздохнув, поднялся. — Прошу честь, — сказал он Сергею. — О себе я могу и еще кое-что рассказать, но только вам. Вы почему-то мне понравились. Он гордо вскинул красивую голову и вышел. Жаткин последовал за ним, обменявшись Сергеем улыбкой. И в его улыбке Сергею почудилось сочувствие. Симпатичный парень этот Жаткин, — подумал Сергей и решил, что надо будет о нем расспросить. Он позвонил Лобанову. — Ну как, Семенов, у тебя? — Да. — Говорит что-нибудь? — Нет. — Я зайду. В кабинете у Лобанова сидел Семенов, раскрасневшийся, потный, тёплое пальто его было расстёгнуто, на коленях лежала пушистая шапка. Увидев входящего Сергея, он воскликнул. — Товарищ начальник, ну что же это такое? Когда этот шантаж кончится? Что от меня хотят? — Я ничего не знаю. Ничего. И вообще, это, наверное, ошибка. Вы же сами видите, они так и не пришли до сих пор. — Но вы были уверены, что они придут? — Да, был. Но теперь? — Теперь я сомневаюсь. — А они пришли, Семенов? Сергей пристально посмотрел в его округлившиеся от испуга глаза. — Пришли? Сразу вдруг осившим голосом переспросил Семенов. — Когда пришли? — Сегодня ночью. — Не может быть. Почему же я, то есть мы, не слышали ничего? — Это другой вопрос. Но они пришли, их задержали. Вернее, его. Пришёл один человек. Сергей видел, что Семенов испуган, по-настоящему испуган. Это было совершенно ясно. Но почему? — Один человек, — с ударением повторил Сергей, — значит, пришёл он не убивать. — А зачем? — Это мы хотим у вас спросить. — Но... — А я не знаю. Пусть он сам скажет. Семенов, наконец, справился со своим волнением и снова перешёл на крик. Он уже сказал, а я повторяю, не знаю. Ну что ж, сейчас мы устроим вам мощную ставку с этим человеком. Может быть, тогда вы кое-что вспомните. Нет-нет, Семёнов в страхе поднял руки, словно защищаясь от удара. Я не желаю его видеть. Я, в конце концов, боюсь. Вот и всё. — Чего же вы боитесь? Он же арестован. Всё равно. Всё равно. Семёнов опять начал бить нервный озноб. Толстые побагровевшие щёки его затряслись. — Мы можем это понять только в одном смысле, — подчёркнуто спокойно возразил Сергей. — Вы боитесь, что он скажет то, что вы сказать нам не хотите. — Ничего подобного, слышите? Ничего подобного. Я... Ну, хорошо. Вдруг в отчаянии воскликнул он. Пытайте меня. Издевайтесь. — Значит, вы согласны на очную ставку. А что я могу сделать? — Можете отказаться, — пожал плечами Сергей. — Вы не арестованы. И вам не предъявлено обвинение. — Ну, конечно. Я откажусь, а вы потом... — Нет, нет, я согласен. Пожалуйста. И вы увидите. Через несколько минут в кабинет ввели Алика. Он безразличным взглядом окинул Семёнова, потом на миг в глазах его мелькнула усмешка. — Садитесь сюда. Сергей указал ему стул напротив Семёнова и предупредил обоих. — Прошу отвечать только на мои вопросы. Друг другу вопросов не задавать, не переговариваться и не спорить. Вам ясно? Семёнов поспешно закивал головой, Алик, усмехнувшись, пожал плечами. — Вопрос к вам, Семёнов. Вы знаете этого человека? — В первый раз вижу, — решительно ответил тот. — Посмотрите внимательней. — Нет, нет, я этого-то гражданина не знаю. Так, Сергей записал его ответ и с тем же вопросом обратился к Алику. — Эта малосимпатичная личность мне что-то напоминает, — насмешливо ответил тот. — Если он перестанет дёргаться, то я, может быть, вспомню. — Успокойся, дорогой, — обратился он к Семёнову. — Вместе сидеть будет веселее. — Попрошу отвечать серьёзно, это не шутка, — строго предупредил его Сергей. — Если серьёзно, то, к сожалению, не встречал. — Так, — Сергей сдержал улыбку. — Положительно, этот Алик чем-то ему нравился, особенно по сравнению с Семёновым. И он задал Алику новый вопрос. — Зачем вы пришли ночью к Семёнову? — Забрать одну вещь. — Я вам уже говорил. — У меня нет никакой вещи, — завопил Семёнов снова багровее. Клянусь, у меня... — Гражданин Семёнов оборвал его Сергей. — Я вас пока ни о чём не спрашиваю. Но... Но я протестую, он врёт, нагло врёт. Алик, сжав кулаки, вскочил со стула. — Я вру, собачий сын! Лобанов положил руку ему на плечо, и Алик, весь дрожа от возбуждения, снова опустился на стул. — Хорошо, — с угрозой сказал он. — Тогда пишите. Я эту собаку знаю, понимаете? И забрать я должен был у него... Чемодан. Но больше от него нельзя было ничего добиться. Он упорно отказывался отвечать. Семёнов же, опасливо косясь на Алика, упрямо повторял. — Первый раз его вижу. Клянусь, первый раз. И никакого чемодана у меня нет. Нет и не было. И Сергею начало казаться, что он говорит искренне. Очная ставка наконец закончилась. Алика увели. Семёнов в полном изнеможении поднялся со своего места и, вытирая платком мокрое от пота лицо и шею, спросил. — Я могу... Идти. Получив утвердительный ответ, он поспешно направился к двери. — Ну, что скажешь? — спросил Сергей, когда они с Лобановым остались одни. — Интересно. Что это за чемодан? Уж не тот ли? — С поезда. Ну, а Алик сам же их встречал с той девушкой в шутке. И Семёнов? — Похоже, что Семёнов его действительно не знает. — А тот его знает. — Да? — вздохнул Лобанов. — Но это же чепуха. — Чепуха, но факт. — Ну, знаешь, одно из двух. — Тебя больше устроит, если я скажу, что ничего не понимаю, да? — Конечно. — Невесело усмехнулся Сергей. — По крайней мере, мы будем в одинаковом положении. И помедлив добавил. — Но, вообще-то, Семёнов не похож на главаря шайки. — Хотя вполне может быть в её составе. — Это другое дело. Но главарь... Тут должен быть опасный главарь. Он многозначительно посмотрел на Лобанова. — И ещё. Семёнов, по-моему, никогда не пойдёт на убийство. Не тот характер. — Мда. Может быть, ты и прав. С сомнением отозвался Лобанов. В конце концов, они решили, что необходимо отдохнуть и хоть один раз пообедать вовремя. При этом, как всегда, условились. О деле больше ни слова. Отдыхать, так отдыхать. Спускаясь по широкой лестнице, столовая помещалась в полуподвале, Лобанов затеял азартный разговор о хоккее. И тут же, конечно, возник спор, ибо не могут два отчаянных болельщика его не затеять, тем более, если речь идёт о формировании сборной страны для предстоящего первенства мира. Каждый горячо отстаивал своих кандидатов, проявляя свойственную всем подлинным болельщикам эрудицию с эпитерминами и примерами из международных встреч прошлого года. При этом Лобанов успевал здороваться со всеми встречными сотрудниками, знакомить с ними Сергея и шутить по любому поводу. Жизнерадостный его характер легко брал верх над усталостью. И, глядя на него, Сергей чуть ли не физически чувствовал, как эта усталость уходит и от него. И в который раз уже он порадовался, что в таком трудном и запутанном деле рядом с ним этот человек. С аппетитом, уплетая обед, среди общего шума и движения, столовая на этот раз была полна людей, Сергей сказал «Знаешь, нравится мне твой, Жаткин». «Он всем нравится, перспективный парень». Это было любимым словечком Лобанова, оставшимся у него с того времени, когда он был внештатным тренером по самбо в московском «Динамо». И Сергей, усмехнувшись, спросил «И результативный?» Это было у Лобанова вторым любимым словечком. «Посмотришь», — лукаво ответил он. Оба твердо придерживались условия не говорить о делах. Но разве можно о них не думать? Особенно, когда в таком шуме говорить трудно и больше молчишь. И Сергей подумал об Алике. «Что это за парень? Откуда?» «И как случилось, что он оказался замешанным в преступлении?» «Ведь грамотный, неглупый парень, любит своих стариков. Он, конечно, вспыльчивый, самолюбивый, гордый». «Алик сказал сегодня «глупая гордость». Видно, он о чем-то жалеет, видит какой-то свой промах. На глупую гордость такого поймать нетрудно. Молодой, неопытный, и, видно, только-только выпорхнул из-под родительского крыла. А родители-то на Кавказе. Почему же он оказался так далеко?» «Преступные его связи не могли возникнуть еще там, в родном городе, и привезти сюда. Алик явно из хорошей и честной семьи. Значит, они возникли уже здесь. Но как здесь оказался сам Алик? Убежал из дому? Почему? Он любит родителей. Может быть, попал в какую-то историю? Или несчастная любовь? Нет, из-за этого не бегут из дому. Алик сказал «красивая женщина». Но он ее назвал опасностью. Так о любви не говорят, даже несчастной. Видимо, красивая женщина встретилась ему позже. Итак, почему же Алик оказался так далеко от дома? Если он не убежал из дому, то, может быть, приехал в Москву или в Борск кому-то в гости. Или учиться, поступать в институт. Но если он приехал в гости, то был бы в какой-то семье или у друзей. Тут случайным, а тем более преступным связям возникнуть трудно. А вот если он приехал поступать в институт, один в чужой город, тут все может произойти. Сколько таких случаев он, Сергей, знает. Куда же приехал Алик? В Москву или в Борск? Где его путь вдруг пересекся с путем того, главного, самого опасного человека? И на что Алика поддели? На какой крючок? Вот тут, пожалуй, очень к месту будет красивая женщина, но и глупая гордость, конечно. Да, опять перед Сергеем человеческая трагедия. Опять чья-то измятая, исковерканная судьба. И снова тот знакомый уже случай, когда надо бороться не столько против, сколько за человека. А за этого паренька стоит бороться даже с ним самим. Да ты слышишь меня? Обратился к нему Лобанов. Что ты говоришь? Откликнулся Сергей. Я говорю, ты еще компота хочешь? Нет, нет, пошли. Выйдя из столовой, они закурили и медленно стали подниматься по лестнице. Мне тут пришла в голову одна мысль, сказал Лобанов. По-моему, перспективная. Вот этот самый чемодан, за которым пришел Алик, и те двое с чемоданом на вокзале, так? Пожалуй, а дальше? Поинтересовался Сергей. А дальше вот что получается. Семенов, которого опознал Колосков, следил от вокзала за теми двумя. А потом Алик приходит к нему за чемоданом. Ерунда? Да, непонятно. Так может, это не Семенов следил? Может, Колосков ошибся? Во всяком случае, опознал он его. Потом не твердо. Там, на рынке. А вот на вокзале. Иначе бы они за ним не пошли. Вот именно, они. Да, это интересно. Причем, два вопроса бы ему поставить, мечтательно произнес Сергей. А какой второй? Алик, еще бы раз убедиться, что он был на вокзале. Стой, стой. Тех двоих с чемоданом встречали высокий парень и девушка в беличьей шубке, так? Это говорит Колосков. А их видел еще и тот толстяк. Тем более, что парень был в длинном черном пальто и в шляпе. А Алик... Ну, с упреком произнес Лобанов. Да, конечно, согласился Сергей. Вот именно поэтому. Они здорово научились понимать друг друга, эти старые друзья по муру. Сергей вздохнул. Эх, ходим мы рядом с чем-то, но никак не ухватим. Значит, я с этим толстяком займусь, заключил Лобанов. Как-то мы его упустили. Обязательно. А я пока переговорю с Москвой. И еще раз потолкую с Аликом. Перспективный парень, Сергей подмигнул. Они расстались на лестнице. Сергей зашел к себе в кабинет и, словно только и дожидаясь его возвращения, немедленно зазвонил телефон. Сергей снял трубку. — Товарищ подполковник, — услышал он голос дежурного. — К вам тут пришел один гражданин. Разрешите пропустить? — Ко мне? — Так точно. Называет вашу фамилию. — А его фамилия как? — Федоров. — Хм. Не знаю такого. — Ну, пропустите. — Слушаюсь. — Федоров, Федоров. Знакомая как будто фамилия. Где он ее слышал? За эти дни промелькнуло столько фамилий, столько прошло людей. — Федоров. — Определенно кто-то называл ему эту фамилию. — А, вспомнил. — Ох уж это Турманский. Неужели это он его прислал? — Все-таки нахальный парень. И старик тоже хорош. Нашли способ звать в гости. Сергей рассердился, и когда в дверь постучали, он недовольно и строго крикнул. Войдите. Огромный человек в полушубке и валенках неуклюже боком зашел в кабинет, скомкав шапку в руке. Седые потные волосы беспорядочные волосы беспорядочно топорщились во все стороны и, небрежно зачесанные назад, открывали широкий, изрезанный глубокими морщинами лоб. Круглое, усатое лицо раскраснелось от ветра. Человек нерешительно остановился у порога, закрывая своей мощной фигурой чуть не всю дверь. — Ого! — с невольным восхищением подумал Сергей. — Вот это да! Такой в войну мог, конечно, дел наделать и героем стать. Только какое-то чрезмерное его смущение, почти робость, не позволяли представить себе ратные подвиги этого человека. — Проходите, товарищ Федоров, садитесь, — пригласил Сергей. Старик оторвался, наконец, от двери и тяжело в перевалку приблизился к столу. Стул под ним угрожающе заскрипел. Только сейчас Сергей заметил, что в заскорузлой широченной руке его зажат паспорт, казавшийся непривычно маленьким. Положив шапку на колени, Федоров вынул полосатый платок, вытер потную красную шею и кашляну всипло произнес. — Вот паспорт, может, того понадобится? Он осторожно, даже как будто пасливо положил паспорт на стол. Сергей все яснее ощущал, что далеко неспроста пришел к нему этот огромный человек, что непустяковая просьба Урманского привела его сюда, что все гораздо сложнее и потому так смущен Федоров, так взволнован и чем-то явно подавлен, и сразу вспомнил слова Урманского о том, что старик вдруг заинтересовался им Сергеем. Федоров между тем шумно вздохнул, и светлые его глаза из-под густых растрепанных бровей посмотрели на Сергея испытующе и чуть растерянно. Он словно рабел начинать разговор, словно в последний раз мучительно решил про себя, начинать ему или нет. И так не вязались между собой необычная громадность этого человека с тягостным растерянным его взглядом, что Сергей поспешил ему на помощь. Он взял паспорт, раскрыл его и сказал, привычно пробегая глазами записи в нем. — Ну так чем могу служить вам, Степан Григорьевич? Федоров опустил взъерошенную седую голову и глухо сказал. — Иван Григорьевич, я... — Выходит, ошибка в паспорте, — улыбнулся Сергей. — Исправить хотите? — Хочу. — Ну так с этим не ко мне надо. — То-то и оно, что к вам. Сергей уловил в его сиплом голосе какие-то странные нотки, заставившие его насторожиться. — В чем же дело, Иван Григорьевич? — Дело. Федоров поднял наконец голову и скорбно посмотрел на Сергея. — Дело мое такое. Считай, тридцать лет тянется, и жизни мне никакой нет. Вот какое это дело. Курица на дороге глянет на меня, а я уже вижу в круглых ее глазах ехидство, Знаю, мол, тебя знаю. Воробушек за окном то же самое мне чирикает. А уж про людей не говорю. Кабы знал я, что оно такое, страх перед каждым человеком. Федоров медленно, с хриплым усилием выдавливал из себя слова. И странно, даже жутковато было видеть, как затуманились его глаза, как шевелил он одеревеневшими непослушными губами. И Сергей, чтобы только рассеять охватившую его тревогу перед тем, что еще скажет этот странный седой великан, с преувеличенной бодростью произнес. — Какой же страх перед людьми, Иван Григорьевич? На фронте, говорят, вы фашистов били, дай бог как. — То не люди, — махнул рукой Федоров. — Я про наших говорю. Этот страх, он меня спать отучил. Он у меня всю жизнь отнял. На фронте. Там я под пулю сам сперва лез. Убей ты меня, прошу, ну убей, сделай милость, мочи нет. А потом так решил. Русский я человек или кто? Кто никто, а русский. А раз так, должен бить гадов. Потом разберемся, что к чему. Ну и стал их душить, как гнид. Так что о смерти уже не думал. И ночами они эти гниды снились. Да, спокойное для души время было, с неожиданной тоской подытожил Федоров. Сергей молча слушал, чувствуя, как в душе у него растет тревога. Что-то страшное стояло за тем, что говорил сейчас Федоров. И Сергей, не в силах понять что-либо, боялся неверным, фальшивым словом помешать этому человеку в его трудной исповеди. Глуш, еле слышно, продолжал. Они тоже чужими были бы. Сколько она, жена, то есть, слез об этом выплакала, только я, да еще подушка ее, знаем. Уж я и говорил, брось ты меня. Уж я руку хотел на себя наложить. Не дала. И со мной осталась коремыка. Федоров умолк, глядя в пол. Сергей тихо спросил. А рассказали вы ей, в чем дело-то? Федоров покачал головой. Нет, не рассказал. Никому. Сил моих на это не хватило. Да и поздно было мне перед людьми-то каяться. Сам только на себя удивляюсь, как я с этим камнем-то на шее жил до сих пор. Но вот теперь появилась у нас эта девчушка. Марина? Она. Ну и вы тут из Москвы как раз приехали. Вот я и решился. Он шумно вздохнул и поднял голову. В светлых глазах появилась какая-то скорбная решимость. Из-за себя не стал бы. Мне бы только смерти скорее дождаться. Да вот из-за нее птахи этой. Что же произошло у вас, Иван Григорьевич? Издалека начинать надо-то. Значит так. Случилось это давно. Молодой был. Грамоты семь классов набрался. В колхозе работал. Послали меня однажды за семенным зерном. Привез. А оно оказалось таким, что не только сеять, корове дай, она жрать не станет. Одним словом подсунули мне. А я по дурости уже всюду, где полагалось, роспись свою поставил. И один как есть виноватым оказался. Ну, судили меня. И дали по тем строгим законам десять лет. Вот так. Федоров умолк. Ошеломленно молчал Сергей. Звенящая тишина на миг воцарилась в кабинете. Вздохнув, Федоров продолжал. Да, попал, значит, я, бедолага, куда следует, в холодный край. И думка такая засела мне в голову. Убегу. Не за что мне тут быть. Готель поболе, однако, пробовал, с разными людьми встретился, а потом, одним словом, убег. Молодой-то я еще покрепше был. Сила во мне большая гуляла, а в башке-то пусто. Вот и пришло в нее убечь. Не поймали меня. Всю тайгу пехом прошел. Волка руками душил, кору жрал. Но прибег я, не думая, не гадая, в город Ростов. Там один мне и присоветовал. Вербуйся, мол, на сельские работы. Там люди во как нужны. Ну, я и попал в совхоз. Горы я там ворочал за десятерых. Совесть все свою успокаивал. Видят люди, какой я есть работник. Присоветовали остаться. Со слов справки мне, какие надо, составили. Я к этому хозяйству и прирос. Работал там из-за страха, из-за совести. На красной доске висел. Свеклу разводил. За нее и на выставку в Москву попал. Знаменитая получилась свекла. Отец спокойно ее еще разводил, а я мальчонкой помогал. Вот и пригодилось. В Москве я медаль получил. И диплом. А все эти справки и дипломы руки мне жгли. Чужая ведь там фамилия. Из головы ее взял. Люди ко мне с почетным и уважением. А я их обманул подло. И еще страх, конечно, во мне жил. Не дай бог узнают, что беглый я. А тут аккурат перед самой войной девчину встретил. Полюбил ее без памяти. Ну, без памяти и женился. Свадьбу совхоз устроил. А я сижу, помню, за тем громадным столом, смеюсь и плачу. И слезы текут, и душа разрывается. Да, лучший час своей жизни сам же и растоптал. А после свадьбы еще горше мне стало. Совсем было собрался на признание идти, а тут война. Ну, про войну я вам уж и говорил, со вздохом заключил Федоров. И про потом тоже. Он снова умолк. Молчало Сергей не в силах собраться с мыслями, не в силах охватить, разобраться во всей этой нескладной, трагической жизни. Он понимал, что Федоров ждет от него не прощения, никаких тутешительных слов, а избавления, избавления любой ценой, ибо дальше он уже не может носить в себе этот страшный гнет, что настал предел его силам. И Сергей вдруг вспомнил, что сказал Федоров о Марине. Появилась она, вот он и дрогнул, и пришел сюда, к Сергею. Но почему же? Как она появилась? Кто она? И словно угадав все эти вопросы, Федоров выпрямился, строго посмотрел в глаза Сергею и твердо, как что-то бесповоротно решенное, уже сказал. Детев у нас не было. Не смел я их иметь, раз обманом жил. А тут появилась под конец жизни эта девчушка. Сирота она круглая, и горе, кажется, тоже хлебнуло немало. Вот мы с женой решили принять ее к себе. Но тут уж без обмана надо. Потому и решился я. Нельзя ей чужую, а не свою фамилию-то давать. Она взросла, Иван Григорьевич. У нее своя фамилия должна остаться. Не имеет значения, твердо возразил Федоров. Раз с нами жить будет, да и вообще. Вот я к вам и пришел. Может, тридцать лет мук моих... Голос Федорова дрогнуло, он снова проглотил подступивший горлуком. Может, зачтет их наша власть? И тихо, еле слышно, добавил. Егоров я по рождению. Полагаю, зачтет, Иван Григорьевич, кивнул головой Сергей. Полагаю, дело ваше суд пересмотрит. И решительно добавил. Сам к прокурору республики пойду, слово вам даю. Только все это написать надо. Федоров растерянно развел руками. Ну, где же мне написать про это? А мы вместе напишем. Сейчас. Загорелся Сергей, чувствуя, как отступают куда-то все его дела и заботы перед этой страшной человеческой драмой. И если он не вмешается, не поможет, то никогда себе этого не простит и потеряет уважение к самому себе. В голове пронеслись почему-то мысли о Витьке, об отце, о матери, о войне и фронте, и еще какие-то мысли, лихорадочные, взволнованные, которые он не уловил, которые только жаркой волной обдали его и исчезли. Сергей не понимал, почему дрожит, как вознобя его рука, пока он писал заявление на имя прокурора республики, почему все время пересыхает у него во рту. Уже под самый конец, когда заявление было почти написано, Сергей сказал, «Надо, Иван Григорьевич, и о вашем желании удочерить Марину тоже написать, просто чтобы ситуация яснее была». «А как же?» «Непременно. Желаю, мол, удочерить Марину Владимировну Иванову». «Что?» Сергей опешив поднял голову и с изумлением посмотрел на Федорова. «Как ее зовут?» «Я же говорю, Марина Владимировна Иванова». «Так мы же ее ищем!» Сергей все еще не мог прийти в себя от неожиданного открытия. Федоров обеспокоенно нахмурился. «Что она такое сделала?» «Да ничего она не сделала, пропала. Уехала из своего Волгограда и все, а ее там ищут». «Так сирота же!» «На работе забеспокоились, она же работала». «Ну, то другое дело. Отпишите им, мол, что нашлась, мол. Это обязательно, но мне бы с ней поговорить над Иван Григорьевич». «Милости прошу к нам», сдержанно ответил Федоров. «А что?» оживился Сергей. «Неплохая идея». Они закончили писать заявление и условились, что вечером Сергей придет к Федоровым. «Вы только Марину не предупреждайте», попросил Сергей. «Дело пустяковое, а она разволнуется. Лучше я ей сам все объясню, хорошо?» «Будь по-вашему». «А что касается этого», Сергей положил руку на заявление. «Я все сделаю, будьте спокойны. Вам только в Москву придется съездить потом». «Господи!» «Да я куда хотеть поеду», — горестно усмехнулся Федоров. «И все, что присудят, как избавление приму, тут уж не сомневайтесь». На том они и расстались. Сергей позвонил Лобанову, однако того на месте не оказалось. «Был уже конец рабочего дня, но Лобанов не мог уйти, не повидавшись с Сергеем. И где его носит?» «Нетерпеливо», — подумал Сергей. «Его просто распирало от желания поделиться своим неожиданным открытием». «Подумать только!» «Нашлась Марина Иванова!» «Теперь, наконец, удастся выяснить, кто такая убитая в гостинице женщина». Ведь она дала Марине телеграмму, собиралась приехать к ней. Это, наверное, близкие подруги. И Марина, может быть, даже назовет того мужчину. Ей обязательно надо будет показать Семенова. Тут Сергей вспомнил, что не узнал у Федорова, как Марина появилась у него в доме. Может быть, они были знакомы раньше, или он знал ее родителей, или у них общие друзья. Это все следовало бы выяснить, конечно. Но Сергей был так ошеломлен судьбой этого человека, что не смог собраться с мыслями, не смог ни на чем другом сосредоточиться. Но ничего. Спасибо. Спасибо.